Дамы и господа, в эфире Маунт Шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Пытаются заблокировать незаблокируемое. Так, ладно, телеграмм телеграммом, а теперь к более важным событиям. Прошлая неделя была очень напряженной и нервной. Мир был на грани. В последний раз мне так стрёмно было во время Карибского кризиса. Ну ты же даже не родился тогда. Я художественные и документальные фильмы, между прочим, смотрел. Но... Заткнись! Ты портишь весь драматизм! Ну вот, испортил. Так вот, что ни говори, но при Обаме такой херни, конечно, не было. Мы были на грани грандиозного шухера. И избрали, понимаете ли, на свою голову рыжего пердуна. Глядя вот на эту карту с расстановкой сил, первое, что пришло мне в голову, как же сейчас зашибись отдыхать на Кипре? Особенно при такой обстановке. Ещё меня удивило вот это. Таймс. Тереза Мэ отказалась присоединиться к удару по Сири из-за отсутствия весомых доказательств применения химоружия Дамаска. Святые скрипали! Эта швабра запросила доказательств. С чего бы это? С каких пор хайли лайкнутой на всю голову нужны доказательства? Тем более весомые. И знаете, что она сделала потом? Не поверите. Ударила по Дамаску. И это с учётом того, что доказательства так и не были предоставлены. Пентагон рассказал о бездействии российской ПВО во время ударов. Ракеты сбивали сирийские комплексы. Расчётом сирийских средств ПВО удалось сбить 71 из 103 ракет. Отмечается, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, БУК и Квадрат. Данные комплексы были произведены более 30 лет назад в СССР. Сирийцы, конечно, молодцы, что с антикварными ПВО сбивали умные ракеты шевелюрного. А что наши не сбивали? По выходным наши про не работают? Россия. Великая христианская страна. Когда её бьют по щеке, она подставляет другую. Прямо, мать Тереза! Я не идиот и не призываю топить авианосцы. Я не хочу Третьей мировой. Но где были С-300 и С-400, мать твою? Тем более обещали сбивать. Такую рекламу наших комплексов профукали. Такими темпами турки аванс потребуют вернуть. Хотя могут попросить и С-200. Удары были нанесены по научным центрам в Дамаске. Разрушены здания, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударом подверглись склады сирийской армии в Хомсе. Мощное представление обошлось Вашингтону и его союзникам как минимум в 150 миллионов долларов. Сносим ветхие здания томогавками. Дорого обращаться к США. 150 лямов на разрушение сараев? Вы бы отдали эти деньги сирийцам, они бы сами все по блокам разобрали. 103 ракеты. Зачем так много? В каждую форточку научного центра по одной, что ли? Вы говорите об ударах по химическим объектам. А если там действительно химоружие, это же может привести к опасным последствиям или нет? Не думаю, нет. Мы анализировали ситуацию и сделали все возможное. Вы можете подтвердить, что не было утечек? Конечно, нет. Мы сделали все возможное. Конечно, нет. Ведь химоружия там не было. Мы же не дураки. Мы точно знали, что там ничего нет. А зачем же вы тогда его бомбили? И посмотрите лучше на эти прелестные кадры. Как же красиво доставляется наша демократия. Но вы не ответили на вопрос. Пошел нахрен следующий. Да. В общем, какая химатака, такой и ракетный удар. Похоже на галимый договорняк. Ну и напоследок по этой теме. Пожалуйста. ТАСС, Германия не примет участие в возможном ударе по Сирии, если до этого найдет дело. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Казалось бы, меньше всего нужно доверять заявлениям Германии. А не нападений. Думаю, что после такого заявления и поляки немного напряглись. Но не тут-то было. Место фюрера в этот раз заняла ведьма Мэй. Причем ровно в 4 утра. Да. Короче, ладно. Запускайте-ка российские новости. Поехали. Протеерий Чаплин посоветовал жителям крупных городов исповедаться и готовиться отправиться на тот свет. Протеерий заявляет, что ничего страшного в разрушении крупных российских мегаполисов в случае конфликта США не будет. В отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Москвичам и питерцам рекомендуют за ближайшие 2-3 дня исповедаться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников с их кислотной пеной только лучше жить будет, заявил Чаплин. Сказочный. Протоерий. Чаплин здорового человека, Чаплин курильщика радиоактивного пепла. Ну, ни хрена себе наболтал на упаковку по 282 статье. Апокалиптический чувачок. Ну, или послом его в США, чтобы пиндосов пугал. Нас-то он не шибко запугает. Так как, глядя на некоторые российские города, можно подумать, что апокалипсис никогда и не заканчивался. Протоерей. Харре гнать пургу. Вы все-таки священник, а не шоумен, в конце-то концов. Дальше. В Самарской области дорожные знаки установили на срубленных ветках. Житель Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Киннель-Черкассы, совхоз рабочий. Дело в том, что за их основание рабочие взяли срубленные ветки. И так сойдет. К чемпионату готовы. Ну и что? Стоит знак. Исполняй, пожалуйста. Да, и недели не прошло, как депутаты издали закон, а уже как инновационно начали использовать валежник. Уверен, эта ветка скоро превратится в нанодерево, на котором будут расти маленькие знаки. Надо было и сам знак на бумаге А4 нарисовать. Ну, чтоб по фэншую. Интересно, и сколько на этот распил веток ушло бабла? Думаю, не меньше миллиона. В Самаре к чемпионату мира 2018 установят временные дорожные знаки на 41 миллион 500 тысяч рублей. Сумму выделит Министерство транспорта и автомобильных дорог. Выполнить работу нужно до 13 июня, а демонтировать после мундиаля. Я ни на что не намекаю, возможно, это чисто совпадение, но... Эй, Минтранс! За 20 лямов готов от руки нарисовать временные знаки, а после чемпионата лично демонтировать. Уничтожу просто! Где деньги получить? Дальше. Силуанов предложил гражданам самим позаботиться о достойной пенсии. Ре новости. Граждане сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы, а не рассчитывать только на государство, считает глава Минфина России Антон Силуанов. Скоро будет больше шансов попасть в рай после откидывания ног, чем получить пенсию в России. Ну, нет проблем. Встречное предложение. Государство пусть само заботится о достойном уровне своего бюджета и не рассчитывает на налоги граждан. Так трындит, будто государство делает нам одолжение, выплачивая пенсии. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, я больше не могу. Пенсия – это деньги, которые государство забирает в зарплаты. А то вы этого не знали, господин Силуанов. Дурачком прикидывается. И вообще, если вы снимаете с себя ответственность, то нахрена вы тогда нам нужны? Господин Силуанов, так-то благодаря таким, как вы, мы уже давно не рассчитываем на государство. Вот. Россиян предупредили о росте цен на электронику из-за обвала рубля. Резкое падение рубля по отношению к евро и доллару может привести к повышению цен на бытовую технику и электронику. Как отмечают представители МВИДЕО, сразу несколько производителей предупредили компанию о грядущем повышении оптовой стоимости товаров на 5-10%. Ну все, пожили богато, надо и меру знать. Пора вводить войска в МВИДЕО. Продавцы, идите-ка вы нахрен. Так-то что-то с прошлого раза особо не падали, хотя доллар тогда падал. И как тут не вспомнить народную мудрость? Поднялся доллар, подняли цены. Доллар упал, ни одна падла цены не опускает. Значит, дело не в долларах, а в падлах. Да ладно, что вы переживаете? Это ведь забугорская техника подорожала, а не наша. Пусть даже ее и нет. Думаю, Чубай все равно что-нибудь придумает. Уверен. Дальше. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугровости. Поехали. Петр Порошенко назвал удар США и их союзников по Сирии оправданным шагом. МИД Незалежный в свою очередь поддержал удары и выразил солидары США и их союзниками. Черлидерша Петричия вышла полизать пятую точку хозяевам. Табаки в своем репертуаре. Как же в Пентагоне и Белом доме мучились. Все ждали одобрения Педро и Чугункина. И вот, наконец-то. Да все ради вашего одобрения и делалось. Эй, капитан Чекушка, а сам-то чего не участвовал? Твоей подмоги, ух, как не хватало. Все ждали подлодки из Запорожья. Его птицы достаточно засрали, чтоб она не утонула. Ай, как же мне нравится непоколебимая уверенность кастрюлей, что их мнение кого-то интересует в весь мир с нами. Дальше. Тереза Мэй поблагодарила Петра Порошенко за высылку из страны 13 российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Тереза, я вас умоляю, могла и не благодарить. Это его обязанность. Будешь еще на каких-то холопов свое время тратить. Это не по-королевски. А так аккуратнее и с благодарностями по отношению к этому Бухарапитеку. Ща как нажрется от счастья и залижет тебя до окочуренья. Ведь его Педро сама белая госпожа заметила. Хотя ща пошарит в карманах, не заметит бабла и снова расстроится. Президента Сирии Башара Асада внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму. Черт, все пропало, все пропало. Но все, Асад, туби капец. Шумерия в антисирийской коалиции наносит решающий удар. Не успели сирийцы отпраздновать комичный удар США по курятникам, как придется траур объявлять из-за скотыняк в «Миротворце». Ща еще, считав, жмиринки заморозят, до поставки сала в Сирию остановят и все. Думаю, что приближенные Асада до сих пор не решились сообщить ему об этой печальной, душераздирающей новости. В случае задержания сирийского лидера в Незалежной, ему грозит до пяти лет лишения свободы, говорится на сайте «Миротворца». Уверен, даже американцы поразились зверству Антонины. Там агавки-то казались цветочками. Теперь дети Асада никогда не смогут отдохнуть на курортах Крыжополя. Мне кажется, что если Асад узнает об этом, он сделает все, чтобы его исключили из «Миротворца». Подаст в отставку. Ведь он мечтал свою старость встретить в Геническе. Да. Эй, Кастрюльняк, темнейшего когда в «Миротворец» запишите? Он-то в Крыму уже несколько раз был. Неизвестные в столице Незалежной пальнули по зданию строительной компании «Киевгорстрой» из ручного противотанкового гранатомета. Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обстреляли из такой же штуковины ресторан. Неужто сезон кондиционеров начался? Так рано? Да, будница европейских шумеров. Извините, не подскажете, как попасть в «Киевгорстрой»? Ну, целишься и жмешь на курок. Сейчас, погодите, как дживелины им доставят, вот тогда и начнется настоящий концерт. Слава Туби Господи, шумы не оставили у них ядерное оружие. Глава СНБО Незалежный Александр Турчинов заявил, что стране удалось сохранить свое место в клубе космических держав. Мы сохранили свое место в клубе космических держав мира, которых не более десяти. Наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем, Украина шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, заявил Турчинов. А осталось клуб поставить в известность. Да что уж там, космическая куриная задница. Объявляй себя уже завклубом межгалактической империи. Ты лучше расскажи про космический долг своей страны. И то, что из Незалежной пары уборщиц работают на Байконуре, это еще не значит, что вы в клубе космических держав. Скорее вы в клубе комических держав. В общем на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках. Здесь информация о готовящихся выпусках. Ссылки в описании. Ну и конечно ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя.